В эфире телеканал Ажибек Жула, информационная программа «Новое время». О новостях к этому часу расскажу вам я, Игуль Мукей. Добрый день. Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область. В первую очередь президент посетил металлургический комбинат «КарМет» в Тимиртау. Касымжо Мартукаев ознакомился с работой доменной печи номер 3, объем производства которой составляет почти 4 миллиона тонн чугуна в год. Руководство компании доложило о выполненных и реализуемых проектах развития производства на суммы свыше 3,5 миллиарда долларов. Главе государства также продемонстрировали работу конвертерного цеха номер 2 и машины непрерывного литья заготовок, которые производят слябовые и блюмовые заготовки. По словам руководства, ключевыми задачами остаются поддержание технического состояния, усовершенствование систем ремонта, системы оборота кристаллизированных сегментов всех машин. Согласно принятой стратегии, к 2028 году предприятие планирует выйти на объем производства в 5 миллионов тонн стали, добычи 9 миллионов тонн угля и 5 миллионов тонн железорудного концентрата, что в среднем обеспечит рост на 66% по сравнению с прошлогодними показателями. Президент Токаев, в свою очередь, отметил важность перевода комбината на природный газ, что уже на первом этапе позволит снизить его влияние на окружающую среду на 30%. МЧС Казахстана получит 11 новых воздушных судов. Обновление авиапарка произойдет в соответствии с поправками в комплексный план первоочередных мер в сфере гражданской защиты. Постановление уже подписал премьер-министр страны. На воздушные суда потратят почти 25 миллиардов тенге. Сумма будет выделена поэтапно из республиканского бюджета до 2027 года. Этот вопрос уже получил концептуальную поддержку на заседании Республиканской бюджетной комиссии. Укрепление материально-технической базы МЧС позволит расширить зоны покрытия авиационной техникой. Воздушные суда будут использованы для эвакуации людей из зон чрезвычайных ситуаций в труднодоступных районах и обеспечения более оперативного реагирования спасательных подразделений. А также в целях повышения эффективности мониторинга в паводкоопасные и пожароопасные периоды. Не за горами новый учебный год. И готовятся не только учащиеся, их родители. Последние штрихи для встречи гостей делают и в школах. В Шемкенте, например, в сжатые сроки ремонт проходит в 272 учебных заведениях, а контролируют эту работу специальные группы. При этом в мегаполисе исключили трехсменное обучение, что облегчит получение знаний в разы. Я отмечу, что уже в этом году в мегаполисе откроют комфортные школы, где смогут обучаться больше тысячи детей. Шут Дин Саидов расскажет о том, как идет подготовка. Уже 1 сентября в 80-й школе Шемкента прозвучит первый звонок для 1200 учеников. Много лет эта школа была переполнена. Обучали тут в три смены. Во время летних каникул сделали ремонт. Учеников распределили и построили еще одно здание. У нас очень комфортная школа. Много внедряем и уверена, успех будет еще больше. И теперь для обучения проблем нет. Нет переполненных классов и ждем детей 1 сентября. А это другая школа. Текущий ремонт проверяет специальная группа, куда входят депутаты и общественники. На многие вопросы строители ответить не могут. Соответственно, ревизоры просят элементарные недочеты устранить. Сроки тут минимальные, чтобы до начала учебного года вопрос решился. Есть недочеты. Нужно решить эти вопросы, чтобы наши школьники учились в хороших условиях. Мы должны обеспечить все условия для наших детей. Наша группа будет работать в этом направлении. Одна из главных проблем в Шимкенте решена. Школ с трехсменным обучением в мегаполисе больше нет. Кроме этого, уже заканчивается строительство новых комфортных школ, которые разгрузят образовательные учреждения в отдаленных районах. Всего в Шимкенте больше 300 школ. Город каждый год разрастается. Чтобы не было проблем, через 5 лет уже строятся новые районы и школы. Эксперты уверяют, что уже через несколько лет население может увеличиться до 2 миллионов. А город к этому должен быть готов. Шудин Саидов, Эльдар Джанусханов, Абзал Турабегов, Шибек Жола, Шимкент. На востоке страны началась традиционная многодневная велогонка среди школьников. Это 54-е по счету соревнования. В них принимает участие порядка 80 юниоров из 10 регионов республики. 13-летний Улан Муратов из Усть-Каменогорска увлекается велосипедами 2 года. За плечами уже 15 различных турниров и несколько побед. На этом соревновании, так как будут ребята намного старше меня, я хочу набраться опыта. И чтобы в следующем году показать себя здесь еще лучше. Последняя гонка была у меня в Астане. Там я был третьим. Соревнования будут проходить в 7 этапов на протяжении недели. В том числе состоятся групповые гонки на 80-90 километров, индивидуальные заезды на 25 километров и кольцевая гонка на 50 километров. По итогам команды, занявшие призовые места, наградят памятными кубками и дипломами. Главная задача спортивного мероприятия – развитие детско-юношеского спорта, приобщение детей школьного возраста к спорту и пропаганда здорового образа жизни. Также здесь будут искать талантливых спортсменов для формирования резерва сборных команд страны. Кустанайская лучница Аяулам Апазова вошла в состав судейской коллегии предстоящих пятых всемирных игр кочевников, которые пройдут в Астане. Девушка – чемпионка республики по традиционной стрельбе из лука. В родном городе она тренирует ребят и прививает им любовь к национальным видам спорта. О том, как готовиться к предстоящему событию в регионах, расскажут мои коллеги. Действующая чемпионка по традиционной стрельбе из лука Аяулам Апазова готовится к предстоящим пятым всемирным играм кочевников. Девушка поедет туда в качестве судьи. Вот уже три года она популяризирует национальный вид спорта в родном регионе. В ней в ее копилке немало наград. Садах а то – это своеобразный вид искусства. Взяв в руки лук и стрелы, каждый может почувствовать себя кочевником и окунуться в историю предков. Традиционная стрельба из лука – это не просто спорт в таком голом виде, так скажем. Здесь учредены все традиции, культура, да, именно нашей страны, нашей нации, поскольку сами соревнования у нас проходят обязательно в традиционных костюмах. Традиционные – это у нас луки идут, если видели традиционные луки, не спортивные. Здесь все учтено и все в процессе. Особенно на это все влияет соревнование, потому что там другой дух, там другая аура, поскольку здесь и спорт, и культура, и история. Сегодня Айяулы мучат стрельбе молодых ребят. В ее школе около 30 мальчишек и девчонок. Сада коту – это сложно. Луки деревянные, без прицела и других вспомогательных механизмов, максимально приближены к тем, что были у предков. У ребят уже немало достижений. Они лучшие в Кустана и покоряют вершины в республике. В будущем мечтают стать участниками игр кочевников. А в сентябре будут искренним болеть за наших. У меня прям были в детстве моменты, когда я брала всякие палки, всякие нитки и бегала по дому, я стреляю. Это большая мечта. Если для других видов спорта есть Олимпийские игры, то у нас есть игры кочевников. Для нас это точно такая же цель, как и для других Олимпиад. Так что мы очень много трудимся, чтобы обязательно, когда мы пойдем в молодежку, туда попасть. Пока ребята только мечтают стать участниками соревнований такого масштаба, их тренер делится опытом. А Яулым два года назад вошла в топ-16 лучших спортсменов. Тогда игры кочевников проходили в Турции. Теперь на ее плечах еще больше ответственности. Это судейство, которое должно быть грамотным и справедливым. Любовь Аблачкина, Кайрат Елиусизов, Жебек Жола. Желаем успехов Аяулам и другим казахстанским спортсменам. А пока это все, полную картину дня мы представим уже вечером. Встретимся с вами в 19 часов 45 минут. Хорошего дня и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин